Я у мамы дурочка? Или почему некоторые безграмотные пенсионерки так рьяно лезут в политику? Ответ на этот вопрос на этой неделе искали многие средства массовой информации, но так и не нашли. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Похоже, что ее предназначение в жизни стать героем мемов, и для этого она все делает правильно. Я сейчас и госпоже Нарусовой, которая на этой неделе нас с вами обозвала бомжами и маргиналами. Мы ведь, по-моему, приняли закон о допустимости одиночных пикетов, так? Почему? Можно проводить? Можно проводить? Конечно. Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди. Неприятненько, госпожа Нарусова, это когда вы закон принимаете, а сути его не знаете. Неприятненько это жить от зарплаты до зарплаты. Ну и неприятненько, наконец, это видеть ваше сморщенное от вида маргинала лицо и слушать то, что вы говорите. А между тем, именно эти маргиналы вам платят зарплату, обеспечивают комфорт и безбедную старость. А вот если бы вы хоть на секундочку задумались, а почему у вас на ступеньках сидят маргиналы, то к вам в голову может быть. Пришла бы мысль, что до подобного страну довели вы сами. Законами, которые не читаете, повышением цен, которые обогнали Европу. Но для вас же главное, что мы кого-то обогнали и не важно в чем. И сидите вы вся такая красивая в серьгах стоимостью в две бмв и стикающей квартирой на руке и рассуждаете о нас и о наших требованиях. А что вам, собственно, в них непонятно? Что мы против коррупции? Что мы за достойную жизнь детей и стариков? Или то, что живем мы так, потому что не воруем у себе подобных? Так гардбланш у вас в руках. Примите новый закон, только прочтите его предварительно, в котором и опишите, как россиянам следует одеваться. В противном случае добавьте к объявлению о собаках слово маргиналы. И мы будем понимать, что сюда собакам и маргиналам вход воспрещен. А пока смотрю я на вас и понимаю, что в сказке о Колобке гораздо больше мудрости, чем в том, что вы говорите. Ну и прочтите о молчании у Соломона. Мне кажется, в вашем случае это более чем актуально. То ли в психбольнице день открытых дверей, то ли кто-то забыл выпить таблетку. Сначала они принимают наших детей в непонятные пионерские ряды, потом учат их бить ОМОН. А теперь вот дело дошло и до запугивания. В Тамбовской области к школьникам пришли силовики и потребовали удалить тик-ток. Где, кто зарегистрирован в сети тик-ток, я вам советую оттуда удаляться. Чем быстрее сделать, тем лучше. Потому что вы не знаете, название уже работает. Тот, кто лайкает, там всякие видосы крутые, как некоторые говорят. Для вас эти видосы закончатся тем, что ваши родители вместе с вами посадят в тюрьму. 14 уголовных дел возбуждены на территории Российской Федерации. Но наследствами их будут израильской полиции, то есть не наши. А что, все остальные проблемы в России уже решены? Дело за малым? Отлучить детей от тик-тока? А то, не дай бог, еще и отсюда натовские ракеты полетят. Я не могу сказать, что я сторонник тик-тока, я отчасти даже согласна, что современные дети залипают там, ну, просто часами. Но это вопрос воспитания, а никак не запугивание мужиками в форме незрелой детской психики. Общайтесь с родителями, рассказывайте, подсказывайте, направляйте. Но дети это другое. И я не понимаю, как директор школы допускает подобное. И я не верю, что родители дают добро на подобное. Я не понимаю, как можно быть равнодушным, когда из подрастающего поколения делают зомбированных псевдопатриотов. И объясните мне, кто-нибудь, наконец, при чем тут Израиль? Мы вроде как в России. Или гражданам полицейским известно несколько больше, чем рядовым россиянам. Я уж молчу о том, что подобные беседы с ребенком должны вестись исключительно в присутствии родителей. Потому как речь идет не о выборе профессии, а о воздействии на ребенка с помощью психологических методов, в коем и относится запугивание. Друзья, да когда же уже разобьется это зеркало российского идиотизма? Когда нам уже перестанут лить в уши информацию о врагах вселенского масштаба? И когда, наконец, справедливость восторжествует? А то пока все, что я вижу, это условный срок для безрукого захищения в трех миллиардов рублей. И бедная хризантемка для медработника со стажем в 55 лет. Ну и вот, подобные полицейские инициативы. Но мы-то с вами взрослые и прекрасно понимаем суть этого действия. Ну, не подконтролен ТикТок российскому государству, а точнее его спецслужбам. А значит, не угоден. Ну и как бы надо найти способ его ликвидировать. Так вот, сами придумали, сами всех напугали, сами же и боремся. А вдруг что и получится? Вот ВКонтакт милости просим. Там и любую деятельность пресечем, и штраф выпишем, и срок нарисуем. А ТикТок это зло. Интересно, чем закончится это противостояние? Полиция удалит ТикТок? Или ТикТок удалит полицию? Ну мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет. И как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. Бессогон вернется в Россию. Вернее, на Россию. На Россию-24. Только чьих бесов будет гонять Михалков на этот раз пока непонятно. Хотя если внимательно прочесть его комментарий, где он говорит о продуктивной встрече с руководством ВГТРК, ждать от Бессогона чего-то политически невыгодного уже не придется. Хотя сам автор это предположение резко отрицает, утверждая, что градус тем останется неизменным. Я напомню, программу Михалкова сняли с эфира в мае прошлого года. В ней режиссер осуждал о чипировании населения, о теории всемирного заговора и сокращении всего живого на земле. В сентябре прошлого года протесты в Белоруссии Михалков назвал компьютерной графикой, а в отравлении Навального обвинил Америку, Францию, премьер-министра Великобритании и лично Ангелу Меркель. Вот такой разбег мнения. Посмотрим, с чем пожаловал режиссер на госканал на этот раз. Смеха панорама в России скоро станет неактуальной. Уже сегодня ее успешно заменяет отряды Путина. На этот раз митинг агрессивных пенсионеров был направлен против сети Клабхаус. Видимо, обратившийся в Роскомнадзор Соловьев понял, что законным путем Клабхаус не победить. И решил выпустить тяжелую артиллерию. Наша общественная организация, отряды Путина, срочно, просто срочно собралась только для того, что мы требуем закрыть сегодня новую, образовавшуюся в социальной сети Клабхаус. Что же это такое за социальная сеть? Просто там начинается бардак, начинаются притоны, начинается развал всего. Просто аморальность, сплошная аморальность. Да чего же мы даем, давайте пока она еще не разбрелась по всей России, семимильными словами, пьянство. Пьянство угрожает всему, гибнет молодежь от этого. Немедленно просим, наша общественная организация, пожалуйста, закрыть, немедленно закрыть, для того, чтобы дальше она не распространялась. Иначе она всю Россию сегодня подтопчет. Ну вы поняли, да, откуда в России берется пьянство, разврат и аморальное поведение? Так и сети Клабхаус. Удивительно, что не вся молодежь-то знает о нововведении. А вот старушки не только в курсе, но уже и против. Хотя отчасти я с ними согласна. Сходил было Соловьев в одну из комнат, а вышел уже другим человеком, обиженным и злым на всех биониклов. Вот сидит теперь бошки-то им и откручивает. Хотя о чем я? Март ведь, возможно, и весеннее обострение. Но, друзья, комичный контент на этом не закончился. Далее Рофил только разгорелся. Мы все против этого Клабхауса. Там и самоубийство, и притоны. Мы за свою молодежь. Нам такую сеть не нужная в России. Она аморальна. Нам жалко нашу молодежь. И так жизнь не очень такая легкая. А тут еще они затрудняют молодежь. Они вообще жизни не видят молодежь. Бабульки, так жизнь нелегкая, потому что такие, как вы, страну в чужие руки отдали. И сегодня, вместо того, чтобы выбрать лавку у подъезда, семечки и слухи, вы продолжаете усложнять жизнь своим же детям и своим же внукам. Хотя, по возрасту и подобию своему, вы уровень Терешковой и Матвиенко. Так неужели вы собрались в единую Россию? Вот вообще не удивлюсь, если все, что вы делаете, это часть многоходовочки. И завтра все это вы оформите в агитацию. Короче, друзья, Родина в опасности. Но не потому, что есть Клабхаус, а потому что... Я поддерживаю требования нашей организации, чтобы срочно закрыли эту организацию. Как-то так, друзья. А я напоминаю, что второй выпуск итоговых новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Я расскажу вам, как на продаже картошки заработать 22 миллиона рублей и чей дворец за 22 миллиарда рублей мешает спокойно жить. Всему Геленджику, если еще не видели, обязательно посмотрите. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока.